давай толкай не базарь а здесь что ну надо делать тоже курорт речками легче смея протекает вдоль рынка всем привет дорогие друзья и сегодня мы с вами на входе на центральный рынок города героя керчи сегодня пройдемся по рынку посмотрим какие цены в начале туристического сезона отдыхающим которые приедут думаю будет это интересно ну и сравнят цены в своих городах и потом посмотрят где будут отдыхать начинаем с мясного павильона здесь у нас мясо курица птица и прочие белки посмотрим цену на них нужно сразу говорю иногда движение резкие быстрые кому что-то будет интересно можно будет остановить и посмотреть на цену изобилие здесь огромное народу на рынке очень много вот посмотрите цены на свинину 220 рублей и выше сало достаточно хорошо видно всего много навалом так что ну правда на некоторых вот ценники отсутствует не ставят почему-то я вас не фотографирую сало по 250 рублей в среднем как-то покупал довольно таки хорошая а это вот птица пошла как вы заметили все здесь вот уже ходят без масок ограничение снимает потихоньку и можно уже приезжать с 1 июля ну по факту уже намного раньше приезжают колбасные изделия это у нас был мясной павильон он самый такой здесь шикарный можно так сказать есть куда-либать филиппу 249 рублей ну и конечно пишите кто где будет отдыхает уже какие там цены будем сравнивать там возьмем какой-то определенный продукт и цены в вашем городе будет интересно людям сравнить а то все пишут цены в крыму ломовые ну вот и давайте посмотрим насколько ломовые или такие же а может быть на что-то и подешевле будет интересно мясной павильон мы с вами посмотрели выходим на улицу овощи фрукты самые оживленные здесь народу много и вот давайте смотрим абрикос 140 160 черешня 230 250 рублей в среднем нектарин манго 150 рублей зелень зелень всякой зелень есть и экзотический фрукт банан вот абрикос сладкий крымский 160 рублей помидоры все взяли моду писать помидоры азербайджанские но что-то я сомневаюсь азербайджан грозенщик с турцией ну наверное нет столько абрикос помидоров в азербайджане хотя если говорит азербайджанский помидор в его берут лучше чем турецкий почему-то в турции к их помидорам картофель 55 рублей килограмм это уже молодая картошка пошла вот через не 150 как вы видите рынке лотки завалены довольно таки говорю много народа торговли идет бойко я пока походил по на пробу все всего и уже не охота было ничего покупать можно сказать 250 рублей в среднем черешня 230 250 еще мы с вами посетим молочный павильон рыбный павильон ну все одним роликом охватим весь рынок да попросили у меня цены снять сравнить с ялты ну вот поэтому и попросили собственно комментировать здесь особо нечего лучше послушайте диалог продавцов и покупателей это гораздо интереснее будет ну вы попробуйте ничем не почти одинаковые так и Субтитры сделал DimaTorzok 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 Ассортимент молочки разнообразный, здесь в основном все свое, сами видели сколько коров в Крыму, постоянно показываю вам стада, вот мед, ну где-то краснодарский мед, вот где-то я видел, ну а молочка в основном, конечно, вся своя, вот яички свои, 55-45 рублей десяток, так что, это вот утки, индоутки, все свое, эх, копченая сальца, и цены на сало, почему скрыто, я вас не снимаю, цены, могу вас снять, хотите? Да я с Ялтой цены сравнить, попросили снять, ну вот хотят показать люди, а здесь что, ну надо делать тоже курорт, но это же не так давно, насколько ясно. Я иди, я иди, просто, остры, соглашенства, но допустим, ребята, как они хотят, Иерогик фал David� handienments о Judean organization, которое ч Runner себя не имеет в runtime, все такое, В основном в молочном отделе почему-то цен меньше всего было ну и в рыбном не очень много цен Видимо цена плавающая, хотя на некоторых вот есть Лен, тыква, семена наверное цены, вот видите здесь Кубань, Краснодар, рис Брынза попробовал я в нескольких местах Ну вот вышли на улицу, посмотрели молочный и вот здесь готовят чебуреки, пирожки Прям не отходя от кассы можно здесь заказать и вот цены, ну в среднем 50 рублей Самса 60 Шурма Или шаверма Блины видите 50, 60, 70 Все зависит от начинки И вот он рыбный корпус у нас Давайте зайдем в рыбный корпус И посмотрим какова цена на барабурку и на прочую рыбу Да-да, я вас не фотографирую А купите покушать, хамсичку например, очень вкусную Сейчас купил, молодая? С молодой картошечкой, говорю, с болиночкой, это же вообще сказка Сейчас я сниму Так что пришли снимать Обязательно Хамсичка Это у нас камбала лежит Хамса Рабан Змей в комментариях расскажет, как нужно выбирать правильную рыбу в Керчи Чтобы вас не обманули Вот барабулька по 200 рудей Он уже неоднократно это говорил Но вот может быть еще и в Зене напишет Какой большой Свеженький Пиджак? Свежак В глаза смотрите, жабры смотрите А где, в каком море поймали? Вазовка Вазовочка Выберу, пожирнее Сейчас закончу Это мальчики Лобань А чем он отличается? А не пеленгас это разве? Это лучше пеленгаса Это все семейство Без костей Это как пеленгасы Ясно А чистите их здесь прямо? Или... Да, он почистит Все, я понял Спасибо Вторая часть рыбного отдела Ну, в принципе, вот икра лобаня В принципе, все одно и то же Только, ну, цены колеблется Там Барабулька от 180 до 200 рублей По 180, кстати, вот здесь 180 А почем она? 180 Барабулька Разбираю тут по 180 достаточно быстро Ну, по 200 еще лежит Барабуля Хамса Идите, обязательно приходите А почем? 200 рублей Дубинка, шикарная Как солдатик Давно поймали? 8 часов В 8 часов? Ну Ну Она поставляет Дисамбуха И друг В 8 часов Дисамбуха 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 Свежая и полосольная Барабуля Чистая такая Дисамбуха 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 Супер это у нас автовокзал речками легче смея протекает вдоль рынка вода есть заросло все центральный рынок и вот там в порту река вытекает море посмотрите ну и закончили мы свое путешествие по рынку о ценах судить только вам пишите в комментариях, что вам понравилось в ценах, что не понравилось и пишите цены в своих городах, будем сравнивать на этом все, впереди еще интересный момент в конце ролика а я на этом прощаюсь с вами дорогие друзья спасибо за помощь в приобретении автодисков и кто еще желает помочь в описании будет реквизит реквизит до свидания а что вы рыбу ловите или что? давно копаю хорош снимать понятно много накопали? да, вон полную банку это вспомнил это а м это зелень и мы Продолжение следует...